Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу, как у нас прошла Экспо-2023. Ну что ж, поехали! И как только я приехал на Балтийский вокзал, я сразу увидел ЧС-6 и ЧС-2. Ещё там вдали стоял ВЛ-8. Ну что ж, поехали к главному обзору Экспо-2023 на пространстве 1520. Ну что ж, первый у нас Экспо-2023 в окрасе РЖД. Ну что ж, давайте перенесёмся в сам внутрь ЭП-2ДМ. Как помните, я ранее снимал выпуск про ЭП-2ДМ, но это ЭП-2ДМ было в окрасе ЦППК. А теперь мы покажем, какая она была в РЖД окрасе внутри. Ну что ж, как можно заметить, салон у нас, и как во всех РЖД-шных электричках. Кабина ЭП-2ДМ ничем не отличается от кабины ЭП-2Д. Та же самая кабина ЭП-2Д, только с изменённой маской. В отличие от Балтицы, на котором я побывал тоже в кабине, тоже решили всё потрогать, всё поклацать и даже потрогать кран. И его чуть-чуть, так сказать, подёргать. Лично для меня кабина ЭП-2ДМ очень даже шикарная, потому что там есть и микроволновка, и холодоз. Просто всё, что нужно для счастья. Ну что ж, а теперь погнали к Балтицу внутрь. Зайдём и именно в кабину. Что могу сказать об Балтиице? Контроллер вполне себе удобный, только иногда можно забыть то, что у тебя последняя позиция тормоза – это экстренный тормоз, хотя у тебя есть и обычный тормоз. Что могу сказать сзади по переключателям? Очень-очень-очень сильно тугие. Мне не понравилось. Так, ну и последний экспонат – это Иволга 4.0. Полное разочарование, честно говоря, потому что это та же самая 3.0, только в промежуточном вагоне сделали дополнительную третью дверь. А так это та же самая 3.0. Так что особо никого она даже и не удивила. Вот, можете сейчас убедиться, что я вам не вру, и салон такой же, как у 3.0. Так же у нас после 12.00 началась какая-то, типа, показ техники. Первые все выезжали паровозы, а за ними уже остальные электровозы. Ну, мне лично понравилось только минусушный. Кстати, я иду по первой композиции, а, первый представительный зал, и смотрю, там есть разные типы МФДУ. Ну, как я могу пройти мимо МФДУ Москвы 2020 и не нажать что-нибудь на ней и посмотреть. Кстати, я вот не понимаю, почему везде на стендовых моделях МФДУ Москвы 2020 показывают открытые торцевые двери. Не понимаю. А да, еще после этого видео скоро выйдет видео про то, что нам дали, то, что я взял из подарков. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока.